привет друзья вышла с вами снова на небольшую прогулку по окрестностям весна весна приходит как красиво кругом покажу сейчас вам опять погуляем с вами посмотрим всю эту красоту красиво или нет не знаю ну наверное могло бы быть красивее если бы здесь ухаживать за этими клумбами здесь еще моя герань начинает расцветать но я ее не поливаю вы знаете шли дожди она оказалась под крышей здесь у стены и она вся высохла но вроде набирает цвет еще но в принципе мне ведь не надо никуда и в лес-то ходить потому что у меня колокольчики растут на грядке у моей входной двери вот видите их здесь мало у меня здесь и колокольчики и вот цветет вовсю у меня земляничка тоже принесла из леса и и вот колокольчики иногда срываю и ставлю вазу показывала вам тоже да а тут маргаритки на газоне видимо-невидимо маргариток потому что надо газон стричь никто не стрижет я опять вышла прогуляться немного из своего дома 12 часов дня у нас воскресенье 3 мая спросили меня как у вас на стенах растут цветы ну вот так вот и растут на стенах видите вот эти цветы они прям просто свисают со стены не могу сказать что уж очень они красивые но вы знаете когда их много то и ничего и здесь же еще вот белые колокольчики видимо-невидимо колокольчики бывают белые розовые и синие синие колокольчики blue bell преобладают в дикой природе в лесу показывала вам а вот белые и розовые это наверное уже искусственно выращены они скорее в садах встречаются я иду в магазин и показываю вам все то что у нас здесь сейчас расцвело иные цветы иные кусты я даже не знаю как называются но красиво и вот опять эти настенные цветы видите которые растут просто из стены они красивые мне очень они нравятся даже немножко похоже может быть на мелкую-мелкую сирень рододендроны уже во всю посмотрите цветут и там огромные кусты и здесь только это уже не дать не рододендроны что другое куст сирени огромный весь цвету махровые тюльпаны посмотрите очень редкий розовый каштан уже показывала вам но еще раз покажу он цветет не обильно как белый и цветы немножко другие но это тоже каштан вообще французский он называется прохожу мимо дома сандрин заходить нельзя как вы понимаете но ее и нету там ее дочка старшая сейчас живет со своим новым бойфрендом а сандрин уехала по моему снова в гонконг они уехали даже не знаю что-то потерялись мы здесь немножко такой красивящий дом с прудом и глициниями вот этот старый огромный дом я вам тоже как-то показывала давно там жила очень старая женщина одна сейчас говорят она заболела не знаю что с ней случилось выздороветь ли женщине было за 80 палисаднички опять как обычно красивые и не очень с кошаками в окнах дома все сидят времени свободного много посмотрите как красиво изгаляется стричь свои кусты очень красиво столько разнообразных кустарников многие цветы я даже и не знаю название но до чего красивые вот полюбуйтесь только сирень расцветает но еще только-только начинает расцветать хотя она быстро отцветает тоже вот такие желтые типа акации наверное цветы да и вот показываю вам эти палисаднички и говорят ой как красиво мой как красиво так и на самом же деле красиво но для того чтобы было так красиво нужно немало усилий приложить понимаете ли вот я например знаю на своем примере когда сажала цветочки при входе мой как было красиво а когда цветочки сажать перестала ухаживать перестала то вы видели вся красота тут же закончилась поэтому тут все зависит наверное от каждого человека вот у нас к сожалению как бы ни было мне обидно за свою страну и россию я родилась там вы же знаете я болею душой за нее всегда об этом говорила но сколько грязи у нас сколько не ухоженных улиц домов палисадников потому что если не делаешь ничего то ничего и не будет ведь эти все красивые палисадники которые я показываю вам здесь это же все сделали люди англичане уже понимаете ну вот да красиво смотреть супер если не делаешь так и будешь жить в говне я извиняюсь вот опять продаются на улице рассада бывает выставляют вообще бесплатно но здесь видите они пишут цену то есть плати бери иди знаете вообще вот уже месяц у нас карантина и раньше столько не было людей столько не было машин сейчас прошел месяц людям наверное уже надоело дома сидеть и и стало больше людей попадаться на улице выползать стало больше машин больше ну наверное так же как везде людям надоедает ну что вы месяц в заточении это невозможно хотя здесь в англии не такой жесткий карантин здесь разрешается гулять и ходить магазин и я иду по обычной мейн-роуд но вы слышите сколько птиц вот хотелось бы чтобы услышали сколько поет вокруг птиц все-таки то что не ездят машины и люди не ходят для них раздолье я вот увидела здесь припаркованную машину вот за таким кирпичным забором видите в одну в один кирпич заборчик невысокий я вспомнила как однажды приехала в гости к моей подруге женщина на машине шикарная машина по моему не мерседес был но она не очень хорошо управляла и она отъезжая ей надо было в рубить скорость переднюю она включила заднюю стала отъезжать влетела вот в этот забор разбила и забор вести машину это было вообще смехота как говорится урон нанесла и себе и людям на пустом месте каких случаях знаете нужно вешать на стекло машины такую надпись внимание осторожно путаю педали знаете бывают тоже такие горе водители путают газ и тормоз ну а здесь еще и скорости перепутала заднюю и переднюю ну вот так друзья прогулялась я с вами показала вам немного красоты как жалко сейчас самое и май и июнь будет все в цвету и как жаль что мы сидим дома ну ничего не поделаешь надо беречься берегите себя будьте здоровы всего вам доброго увидимся пока пока